всем привет сегодня хочу приготовить вкусный классный рецепт это мясо по-французски многие его любят и я в том числе поэтому беру вот такое классное мясо это шейка свиная жирненькая здесь килограмм и все ингредиенты сейчас появятся здесь на экране давайте приступать готовить этот классный рецепт погнали ну что друзья мясо уже помыто и обсушена бумажными полотенчиками теперь нарезаем на не очень толстые стейки сейчас покажу а вот примерно вот так нормально будет вот такая красота беру обычный пакет салафановый напишите в комментариях кто использует пакет для отбивания мяса и для того чтобы что не произошло чтобы не было брызг от мяса и вот так немножко все мясо отбиваем мясо хорошее свежие комнатной температуры обязательно чтобы было не нужно чтобы она была замороженная холодная мясо отбили теперь нужно его немножко специями под задорить а что мы будем под задаривать чем да это просто банально соль да черный перец выкладываем мясо теперь посолим его обязательно как без соли то и черный перчик обязательно немножко ну конечно как относительно то как любит поострее побольше и вот так же делаю с другой стороны немножко перчим обязательно это обязательно свинина любит перчик обычный молотый с пакетика перец это же классика старинного жанра мясо по-французски вот так все отлично и все выкладываю на противень и остальные кусочки делаю также начнем овощи подготавливать ну лук классический либо кольцами либо полукольцами вот такие полу колечки стандартные вот так вот такие полу колечки чтобы получались помидорчик вырезаем вот это вот попку и что делаем нарезаем тонкими колечками и помидорчик смотрите какой сейчас разрежу смотрите какой мясистый почти жидкости нету хороший именно специально для этого рецепта брали хороший помидорчик нарезаем тоненько прям стараемся мне нравится тоненько помидорчик вот такие кружочки красивые делаем так берем сыр любой на у вас есть так что весь сырок так перетираем 200 грамм здесь и теперь что нам надо сделать выложить мясо и мясо выкладываем так чтобы занять все вот эти вот пробелы так сказать у противня или формы для запекания как по правильному вот так распределяем равномерно так следующий ингредиенте к у нас идет естественно что лучок раскладываем на мясо так делаем по красоте раскладывать лучок ох опять в глаза прям лезет ну что ж такое какой хороший лучок остренький крепкий лучок разложили теперь соответственно раскладываем помидорчик распределяем по всем кусочкам примерно вот так что получалось кладем сыр распределяем на каждый кусочек вот так равномерно сыра много не бывает как раз все хватило ура все супер так ну теперь соответственно что вы думаете конечно майонез конечно же куда без майонеза ребят я не знаю может и можно конечно сметану сюда добавить но не не такой вкус будет если только сметану подсолить и добавить в нее немножко горчички чтоб приобрело такую консистенцию соуса тогда да будет наверно вкус приятный но со сметаной просто будет если чисто это пресновато все таки будет поэтому кому можно майонез лучше делайте с майонезом я-то готовлю не знаю пишите в комментариях кто как готовит такое мясо наверняка же многие готовят такое красивое блюдо духовка разогрелась ставим короче что говорю на 180 градусов и запекаем примерно 50 минут но смотрите по своей духовке тоже у кого как печет все прощаемся с вами на 50 минут вытаскиваем мяско ухты красота все запеклось этого достаточно принципе все готово вот так вот это да отличный кусочек вот так но это красота просто ребята ну что господа друзья товарищи давайте попробуем мясо по французски что же получилось ну еще раз хочу сказать что это классика туда же и придумывать не надо ничего за ваше здоровье это просто помпезно я не знаю что сказать очень вкусно сочно поэтому хочу вам сказать спасибо что посмотрели ролик до конца и не забудьте поставить лайк и кто еще не подписался подпишитесь на канал много будет разных интересных рецептов поэтому всем пока